Взгляд из Германии. Число сторонников Северного потока минус 2 резко уменьшилось. Экономика. Нефть и газ. 2 марта 16.1. Взгляд из Германии. Число сторонников Северного потока минус 2 резко уменьшилось. Битва за трубы Газпрома продолжается. Сергей Дебрир. Комментарии в просмотров. 29914. Фото. TPA slash TASS. Строительство газопровода Северный поток-2, по которому в Германию будет поступать российский газ, поддерживает большинство населения ФРГ. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами немецкого филиала Британского института изучения общественного мнения. ЮГОВ. И опубликованные на этой неделе газетой. Ханавашу-джи-майн-зай-танг. В опросе приняли участие и 2058 человек. Из них в поддержку реализации проекта Северный поток-2 высказались 56%. Противников его строительства оказалось 16%. Еще около 28% респондентов не имели определенного мнения по данному вопросу. За месяц до опроса, проведенного сейчас, ЮГОВ. Своё интервьюирование на ту же тему провели эксперты Берлинского института социальных исследований и статистического анализа ОФСЕ, одного из ведущих немецких неизучения рынков и общественного мнения. По их данным, строительство Северного потока-2 поддерживали 73% жителей Германии, тогда как против высказались те же 16% респондентов. Эти цифры канцлер Ангела Меркель озвучила на проходивший 15-й вопросительный знак 17 февраля в Мюнхене 55-й международной конференции по безопасности. То, что за месяц число сторонников строительства СП-2 снизилось с 72% до 56% можно объяснить, в первую очередь, беспрецедентным давлением со стороны США не только на немецкие власти и флагманов немецкой индустрии, но и в целом на общественное мнение в Германии. В СМИ в частности, российских, сообщалось об этом много, но вкратце повторю. Читайте также, судьбу Северного потока-2 решат 20 километров распространение третьего энергопакета даже на небольшой участок газопровода сократит прокачку вдвое. В начале января текущего года известный своим каминкаутом посол США в Германии Ричард Гринелл направил немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода СП-2, письма, в которых предупредил о возможных санкциях, если те будут поддерживать реализацию этого проекта, подрывающего безопасность Украины. Спустя месяц тот же Гринелл и его коллеги из посольств США в Дании и Евросоюзе открыто призвали страны ЕС к бойкоту газопровода СП-2. В момент для этого уже второго по счету наезда был выбран удачно. Через несколько дней после мобилизационного призыва американских дипломатов, в Брюсселе должно было состоять соголосование постпредов стран-членов ЕС по поправкам к так называемой газовой директиве, ограничивающей влияние поставщика топлива на процесс его поставки. По действующей редакции директивы, под ее регулирование не подпадают идущие в ЕС морские газопроводы. Речь там идет только о внутренних газопроводах. Если же на СП-2 распространить все требования газовой директивы, то основной поставщик топлива, в данном случае российский Газпром, сможет занимать не более 50% мощности газопровода, тогда как оставшиеся 50% должны быть зарезервированы для неких независимых потенциальных поставщиков. Что, опять таки, в данном случае, оставит трубу СП-2 наполовину пустой. Голосование по поправкам к газовой директиве было назначено на утро пятницы, 8 февраля. Недели ранее расклад голосов был отчетливо в пользу Германии. Но тут на авансцену, словно чертик из табакерки, вдруг выскочил заединщик Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон тот самый Макрон, который менее чем за две недели до этого обнимался с Фраубом Десканцелерин по поводу подписания ими в немецком ахине нового двустороннего договора об укреплении сотрудничества. Но теперь заединщик объявил, что Франция намерена поддержать все поправки к газовой директиве ЕС, тем самым фактически выступив против российского газопровода. И это при том, что Франция, получающая газ из Алжира, к баталиям вокруг СП-2 всегда относилась нейтрально, значит, прислушался таким Макрон к воззванию послов США. И тут власть Германии показали высший пилотаж дипломатии. Менее чем за сутки Берлин сумел найти общий язык с Парижем, и уже днем пятницы, 8 февраля, объявил, что Комитет постоянных представителей стран ЕС принял компромиссное решение по внесенным Францией и Германией поправкам к газовой директиве и дал старт процессу ее доработки на основе этих поправок. Принятые поправки снимают имевшиеся в газовой директиве правовые противоречия Конвенции ООН по морскому праву, а также ограничивают передачу Еврокомиссии суверенных полномочий стран-членов ЕС. Как сказано в проекте компромиссного документа, страна, на территории которой расположен пункт получения газа из морского газопровода, в случае АСП-2 это Германия, получит право выбора формулы применения к проекту правил газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. Читайте также, за что в Казахстане обижаются на Россию и Москве давно пора строить отношения с союзниками на равноправной основе. Победа. Да, но лишь отчасти. Во-первых, новую редакцию газовой директивы должны еще одобрить сначала в Совете Евросоюза на уровне Минстрофоэнергетики всех стран-членов ЕС. Заседание по этому вопросу состоится уже в понедельник, 4 марта, затем в Европарламенте, где у России полно ненавистников, после чего потребуется ее одобрение Советом ЕС на уровне глав государств. Планируется, что все эти утряски должны завершиться к июню текущего года. Но даже если новая редакция директивы будет одобрена в ее нынешнем виде, то все равно сохранится ограничение по мощности СП-2 те самые пресловутые 50%. И сторонников этого абсурдного условия совершенно не волнует, что на этом газопроводе никаких иных, кроме Газпрома, независимых потенциальных поставщиков нет и не предвидится. В правительстве Германии надеются, однако, что им удастся добиться исключения этой нормы для СП-2. Ведь полупустая труба не будет отвечать интересам немецкой экономики, вынужденной из-за прессинга зеленых и экологистов уже в ближайшие годы отказаться от угля и атомной энергетики. И во-вторых, оно же в главных, даже если Германия и получит право выбора формулы применения к проекту СП-2 норм газовой директивы, то утверждать эту формулу все равно будет Еврокомиссия. Или не будет. Во всяком случае, всенародный одобрямс, высказанный большинством населения ФРГ в пользу строительства газопровода Северный поток-2, никак не скажется на предстоящих решениях еврокомиссаров. Как сообщает оператор проекта Северный поток-2 компания Nord Stream 2 AG, по состоянию на 1 марта две трети газопровода через Балтийское море уже проложено. Полностью укладку завершат к концу текущего года. Германия. Новости экономики. Газпром хочет продавать Китаю больше газа по силе Сибири нефть и газ судьбу Северного потока-2 решат 20 километров.